Всем привет! Это стрим на канале Николавр Доктор Ликвейдер, с вами Николавр Доктор Ликвейдер. Да. Так, чё тут у нас всё работает, да? Чё-то я вывел, если что. Сейчас запущу игру Titan Quest Immortal Throne. Да. Так, и, пожалуй, немного помолчу, чтобы не перебивать охренительную заставку. Прежде чем божественный свет озарил мир, была только тьма и правили ей титаны. После Великой войны Зевс захватил власть на небесах и изгнал титанов в Тартар на веки вечные. Тогда земля расцвела, и смертные стали жить на ней. Но, возгордившись боги, забыли, что даже из их тюрьмы можно бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БОГИ! БОЛЬШЕ НЕ ПОМОГУТ ТЕБЕ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, вот, заставка прошла. Сейчас начнем новую игру. Правда, я хотел кое-кого комментатором позвать. Но скайп обернулся против нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По крайней мере, мне так показывает. Могу еще немного послушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, окей. Сейчас будем нового персонажа создавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это за кого я играл в обычной игре. Без трансляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот если бы создатели скайпа выбрали все-таки честь против богатства, все было бы хорошо. Потому что тогда Майкрософт не наложила бы на него лапы и не превратила его в полное говно, которое работает через раз. Так. Муж. На самом деле, я думаю, мало что меняется, в зависимости от того, какой пол и какой цвет туники мы выберем. Потому что в любом случае, как бы... Как-то отыгрывать определенную гендерную роль. Пока что я не видел возможности в этой игре. Привет, Упер Вайзер, в чате Ютуба. Так, имя, 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 имя. Не знаю, очень хочется поиздеваться и называться Архилох. Но мне кажется, это будет немного неправильным, да? Хотя... Не знаю, посмотрим. Подумаем, какое бы имя тут взять. Довольно сложный вопрос. О, мне кажется, придумал. Только один момент. Привет, Пиксельхантер. Так. Эм, так, стоп. У меня что, включен был капслок? Нет. Значит, показалось. Да. Так. Нормальная игра. Норма. Один игрок. Ну, кстати, учитывая, что Спайхантер замечательный сдох, я так понимаю, мультиплеер на самом деле больше здесь не поддерживается. Однажды солнце потускнеет, и тьма опустится на мир. Ну ладно, я опять помолчу немного. Стоявшие веками храмы будут разрушены. Исчезнет рай, и боги бегут на землю. Однажды слабый возьмет верх над сильным. Рапсоды перестанут петь и возьмутся за мячи. В эти темные времена родятся могучие герои. Вообще игра по греческой мифологии, но там, по-моему, что-то египетское тоже будет. Да, вот мы появились такие еще не оперившиеся в тунике с кинжальчиком. Ну конечно у нас еще будет возможность получить оружие получше. Ну шо ж. Эй, воин! Не надейся, что в Гелосе тебе удастся отдохнуть и расслабиться. На нашу деревню недавно напали сатиры и другие злобники. Я, кстати, точно не уверен. Но, по-моему, вроде сатиры в мифах не были особо агрессивными. А ну-ка быстро отстали от нее. Ну вот так, в общем, все и происходит. Немножко говорим и бьем врагов. Закликивая их до смерти. Взять с них пока ничего нельзя, да? Так, лошадь Тимея мы спасли. Отлично. Моя лошадь спасена. Спасибо тебе. Но я не один попал в беду. Эта дорога ведет к моей деревне, Гелосу. Там полно чудовищ, они повсюду. Отлично, сейчас отправимся в Гелос. Только сперва мне хочется кое-что проверить. Так, это не работает. Ладно, альт-тап. Понятно, скайп не наладился у человека, которого я звал. Крайне жаль. Крайне жаль. Не давайте им никаких прав. Не обязательно все просрут и испортят. О! Здравствуй, я Эссон. Капитан стражи этой маленькой деревни. Мы еще держимся, но что толку? Если чудовище уничтожат поля, нам конец. А все этот проклятый шаман диамет в отчаянии рвет на себе волосы. Красивая музыка. Красивая музыка. Сейчас я побегу. Просто надо людям ответить, которые мне написали. О! Вот, кстати, очень хорошая штука. Фонтан, который нас воскрешает. Сами боги благословили воду в этих фонтанах. Говорят, что если ты прикоснешься к такому фонтану, твоя душа и запьет из него. И если погибнешь в бою, тело твое перенесется к фонтану и ты воскреснешь. Да, как будто. В принципе, это похоже на дьявола. Добро пожаловать. Я диамет, староста этой деревни. Да, уперевизор. Жаль, что ее больше нет. Сражаться. Если это правда, то умоляю, нам нужна помощь. Чудовище, возглавляемое мобущественным сатиром-шаманом, появились несколько дней назад и прогнали нас с полей. Мы с трудом защищаем ворота и никто не в силах ничего сделать. Наши поля на той стороне реки, через мост. Шамана в последний раз Добрый вечер, Горло Гораста. Неподалеку от лесов Геллах. Пожалуйста, избавь нас от этого колдуна. Мы заплатим тебе, чем сможем. Да, такая все относительно просто. Конечно, нам, наверное, надо стараться, чтобы больше мы убивали, а не вот эти стражники. Иначе как нам будет опыт начисляться? Да, Титан Квест. Точнее, Тайтан Квест и Мортал Фрон. То есть это с дополнением. Куда ты побежал? На него давай. Все, молодец. О, лечебное зелье. Это я хочу. Так, все, убрать. А что оно не берется? Табак какой-то, что ли? Или что за... Что за дерьмо? Ладно, не важно. Кстати, интерфейс немного отличается от обычной версии Тайтан Квест. По-моему. Во всяком случае, вот этих чисел я там не припомню вверху. Да, здоровье у меня очень мало осталось. Правда, оно регенерирует со временем. Но оно это очень медленно делает. И тем не менее, я немножко тут постою. 106. Неплохо так, неплохо. Так. Сейчас пойду еще вон того сатиры убью, который сторожит проход. А ну-ка. Сейчас я сдохну, судя по этим звукам. Или нет? Еще посмотрим. Скорее всего, да. Да, вот уже. Кстати, в момент смерти что-то FPS стало проседать. Так, один момент. Еще посмотрю, что в чате. Да, привет, Джон Прон. Так, один секунд. А, блин. Клавиша Windows не срабатывает. Надо к этому привыкнуть. Так, сейчас приму звонок. Может быть, а то Skype он такой чудесный. Алло? Оно работает! Да, ура! Какой там белый сигнал, слава богу. Так. Блядь, в двух смыслах оно работает. Кое-кто тут тоже подрабатывает в чате попкой. Так, все, продолжаем. Меня все-таки очень интересует, что вот это вот Tag Not Found, Stack UC Button. Дополнению не хватает еще дополнения. Да, видимо. Ну, тут какой-то сбой кодировки, наверное, который вот такую хрень порождает. Не знаю, возможно, стоит играть в... Чем? Возможно, стоит играть все-таки в этот самый, в оригинальную версию. Потому что... Вот, не знаю. Или мне прокачаться надо, чтобы я смог предметы подбирать. Но почему-то я ничего не могу подбирать сейчас. Вообще. Это меня немножко огорчает. Это, в принципе, не смертельно, но... Лучше ведь, когда ты можешь что-то брать. Тем более, если мне придется всю игру бегать с ножиком, это будет не клево. Привет, FullmetalBoltHead. В принципе, на всякий случай у меня есть этот самый... Обычная версия тоже. Но мне показалось, что с дополнением все-таки интереснее, потому что в дополнении больше контента. Так, судя по звуку... Эээ, ладно, к черту. Короче, мне что-то написали в Good Game, но пока я буду читать, меня убьют. Это не тебе. Это кое-кто умный пишет. Не, ну я надеюсь, что кое-кто тебя не пишет в личку. В личку мне никто ничего не пишет. Никакую из. Ну, про Good Game. Ну, я тебе говорю, будет новый аккаунт у меня, у всех кого-нибудь. Так, так, меня сейчас опять грохнут сатиры. Как бы, если человек, который один раз уже опозорился, он опозорится еще раз десять, если так хочется. Так, продолжаем. Профиль. Да. Там даже профиль не заполненный. Ну, ладно. Не, он зато, понимаешь, правильное имя, Дорк. Вообще, я помню, что когда я обычную игру играл, я там тоже не сразу стал предметы собирать. Я все-таки, как бы, там... Наверное, все-таки для этого нужна прокачка, потому что я не знаю. Пока побегаем так, более скромно. По кругу. Чтобы было какое-то движение, пока очки восстанавливаются. Семьдесят два из трехсот. Из трехсот. Это охренительно просто. Кто жует? Не знаю. Так, давай, чувак, бегай, бегай, бегай. Гимнастика полезна для твоего организма. Так, ладно, теперь постоим немножко. Накачается такой. Да. Ну, он уже накачанный, в принципе. В принципе, наверное, можно сказать, что это такой... Ну, с одной стороны, конечно, это подражатель Диабло, но с другой стороны, это такой вполне достойный современный ответ Геркс Адвенчер. Потому что, опять же, оно в изометрии, и мы мочим всяких мифических монстров. И сейчас я опять вздох, но нет, убегаем отсюда, нахрен. О, кстати, я же могу... Нет, я не могу в воду забежать. Зато этот придурок... Этот доходяга продолжает за мной бежать. Не знаю, у кого-нибудь вообще хватает... Да, кошерная игра, Ярик. У кого-нибудь хватало вообще терпения за всё это время вот именно выстоять и выждать, пока ровно наберётся 300 единиц здоровья? Я не знаю, на счёт 300 единиц здоровья, но вот девушка, которая отдала мне вот этот диск с этой игрой, у неё, по-моему, там 3000 часов наигран. А? Ну вот, Ярик пишет, что он со 150-ю всех убивал вначале. Ну, я не знаю, 150, может, сейчас и не наберём, но, по крайней мере, сотню хотелось бы. Лучше, конечно, больше. Жалко, тут перемотки такой нет. Да. Да, ну, в теории, наверное, можно было бы сделать какой-нибудь, знаешь... Хотя, может быть, тут какой-нибудь и есть перк, который делает более быстрое восстановление здоровья. Но, опять же, тут лечебные зелья очень хорошо восстанавливают, но я почему-то не смог его подобрать вначале. Где бутылки? Ну, я вот тут сатиру убил, из него выпала бутылка, но я не смог её взять почему-то. В чём прикол, я не знаю. Или бутылка очень навороченная, или она слишком мягкая и проходит сквозь руку. Вялая бутылка. Так. Кабанчиков парочку убьём на радость обеликсу. Или они убьют нас. Чёрт. А, перк по линии природы. Окей. Что у торговца? А, ну... Ну да, у торговца можно, в принципе, я думаю, купить зелье, но для этого его надо найти сперва. Она обиделась и ушла, а что делать? Бежать, просить прощения, конечно. Ну да, вы спошли на меня вдохновение, я хочу рассказать о величайшем герое сыне бога Зевса и простой женщине. А, ну да, смотрите, что с Алаем стало от неразмеренной жизни, каким он стал. Геракл, которого ненавидела Гера и любил Зевс, сражался со страшными чудовищами. Победил он и немейского льва, и многоглавую гильдру, и римановского веприи гигантов. Ладно, посмотрю. Победанием он совершил 12 подвигов, говорят. Нет, вообще Геракл больше 12 подвигов совершил. Просто 12 где-то такие самые основные. И на треюме удерживал на своих плечах небо. А сейчас... Где же сейчас герои? Хотя бы наполовину такие же могучие, как Геракл. Ну все, я понял. Короче, герои теперь не торт. Это самое шкалоте непонятие, все в таком духе. А, во, вижу, вижу. Кажется, это торговец. Как раз у него над башкой нарисованы монеты. Тебе нужно подготовиться к путешествиям. Это опасно. Купи здесь то, что тебе нужно. Так, 500 монет. Очень хорошо. Так, ну... Малая бутыль энергетического снадобья нам вроде пока не нужна. Хотя, кто знает. Ладно, на всякий случай купим тоже. Так, какое-нибудь оружие может быть получше. Не хватит золота, не хватит золота. А вот на это хватит. Хватит, не хватит. Хватит, не хватит. Так... Так, да... Я надеюсь, мы еще увидимся. На что это он намекает? Надеюсь, мы еще увидимся. Ого! Не, он просто дружить с тобой хочет. Ты вон какой мускулистый сильный, а он какой... Не знаю, мне казалось все-таки выгоднее иметь что-нибудь мощное, ближнебойное. Да все мы, я думаю, в детстве обожали приключения Геракла. Читать особенно. Не знаю, я могу, в принципе, ему теперь загнать, наверное, этот топор и купить лук. Добро пожаловать. Или нет, я ему загоню нож, пожалуй. Хотя он стоит всего 7. Так, а почем у него лук? Не, ну 407. Не, мне в любом случае бы не хватило, даже если бы я не покупал топор, потому что к этому моменту у меня уже было денег гораздо меньше, чем нужно. Так что будем орудовать топором пока что. Если мне повезет, и я не знаю, я прокачаюсь или отвалится глюк, который мне мешает, или что там происходит вообще, то может быть я обзаведусь еще луком. Хотя, сказать по правде, меня они пока не очень впечатлили здесь. Сейчас разберемся, куда идти. Листва все равно похожи на How to Survive. Совпадение? Возможно. Вот, альт там же подсвечивается. Но повзаимодействовать никак с предметами не дают. Или дают. А, нет, можно. Так, ну дайте мне, я хочу эти склянки. Дайте мне склянки, суки. Что вы жадные такие. Склянки, суки. Да. Вот почему-то я не могу их брать, я не знаю, что это за говно. Они из элитных стекол. Ну что, альт там я подсвечиваю, да. Но брать не удается. Ух ты. Вороны, ботул, тоц. А, кстати, у How to Survive там же тоже вот эта могилка такая вырастает. Ну, жму я альт и что-то. Ничего не берется все равно. А, вот, все. Я думал, вообще управление отказало, но нет. А, нет, взял. Ну, ладно. Вообще, по-моему, в какой-то версии даже это было необязательно. Неважно. Все, сейчас. Ну, а сейчас не... А, вот. Я до сих пор не... А. Ну, бери, ё-моё. А, чё ты... Не, а чё он будет часто брать, если у тебя заполнены? Там говорят, что за рип? Слушай, а чё, чат на ютубе отвалился? То есть, стрим. Надо посмотреть. Так, где? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, у тебя же все работает? Ну, как бы сама играда. Сейчас посмотрю, там есть. Чат есть, чат есть и стримы есть. Нет, я не говорил, что это с диска. Это из стима. Это стимовская версия. Привет, Decoder Seller. Короче, так, это самое. А, нет, взялось. Я... Нет, диск у меня, как бы. А тут стим. Я не понимаю, что с ним, короче, происходит. Его как будто... Периодически герой всё-таки как будто парализует на пару секунд. Ну, слава богу, что не на более долгое время. Ладно, чёрт с ними, с факелами. Немножко жаль, что кабана нельзя сожрать. Как в каком-нибудь фоллауте. Умри, умри. О, уровень поднялся. Сейчас что-нибудь прокачаем. Только сперва я сохранюсь. Хотя, хотя, сохраняться тут нет особого смысла. Ну, наверное, да. Не знаю, что сильно глючит. Но давайте я вам... Так, где это? Так. Ну, это я не знаю, что за говно. Давайте я вам всё внизу скину тогда. Может быть, не будет. Низкий, низкий. 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 Окей. Сейчас лучше стало. Так, сейчас посмотрю, что ОБС показывает. А, ну да, естественно, ОБС говорит высокая нагрузка. Ну, блин. С этим я ничего не поделаю. Я, в принципе, могу, конечно, не знаю, отключить запись, например, ОБС. И довериться исключительно той записи, которую ведёт Twitch. Но я не очень уверен в этом. Как бы, что там всё будет норм. А, норм? Ну ладно. Кстати, Маш, я тебя чё-то не слышу. Чё-то опять Скайп придуривается. Вроде он показывал, что звонок идёт. Скайп сегодня вообще по уродски себя ведёт. А, чёрт, я же про прокачку забыл. Ну ничего, сейчас меня грохнут. Я вынуждну из фонтана и продолжу. Так. Да, я могу повышать. Сила, энергия. То есть жизнь, энергия, сила, интеллект, ловкость. Я думаю, силу имеет смысл прокачать, потому что она урон повышает наносимый. Ну и может быть, ловкость тоже. Хотя интеллект, я так понимаю, нужен для опыта, правильно? Ну, жизнь это, естественно, сколько у нас энергии. Так, ладно. Два очка всего у нас. Ладно, я думаю, я всё в силу вкачаю. КОНЕЦ 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 непотраченный опыт остается у могилы ну ладно соусы кстати особо не играл что-то у меня там мне 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 какой-то момент там сильно не понравился в управлении еще в чем-то я его вернул не знаю я уже играл за война мне бы на самом деле хотелось магию попробовать местную ну попробуем природу тут мы пока ничего не можем да а вот как раз бы быстро восстановление здоровья до так сохранимся возможно я попробую скайпе призвонить потому что чё то как то все таки не очень комфортно совсем одному так ладно сейчас побежим обратно к нашему боссу точнее не нашему конечно босса в смысле боссу который сатировский привет канакара как тебе сегодня дела так сюда не полезем не знаю на самом деле игра кстати несмотря на то что она из недавнего прошлого и трехмерность использует она все же по моему не особо прожорлива к ресурсам что очень радует так и с этого я могу чуть получить все бежим 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 где там могилка еще одна была а вот слышу просто никто не жалуется как вроде нет эй эй а ну да у меня был это у него была полная хп думаю это чего полная хп и сдох да это тайтан квест декорд так кажется где-то этого периода 2006 или 2007 примерно тех же времен что и первый ведьмак хотя эта игра мне понравилась больше чем первый ведьмак эти ведьмак тоже в принципе неплохой так ну ничего я думаю за несколько подходов я его все-таки убью как я это уже сделал когда сам по себе играл я тем не менее в игре еще пока не очень далеко продвинулся ну тайтан квест короче да если более полно то не знаю квест титанов бессмертный трон или трон бессмертных что-то такое трон да а кстати вот этот еще камень можно было полапать и об этом забыл так надо ему защиту сломать блин или типа того так давай вылечивайся вылечивайся быстрее вот видите так выпил и очень быстро восстанавливают кстати этот урод тоже восстанавливается как мы пыхтим то модификация использовать магию а как ее использовать так ладно я еще выпью немножко не надо было мне от него убег а ну хотя он у него мало осталось я его скоро завалю не чувак тебе меня не одолеть умри фу блин мышкой на цифру и чего а или на эту цифру а 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 нажать и ненависти я не очень понимаю все еще о чем речь Ладно, мне не хватило всего одного клика, чтобы его убить. Он, конечно, скорее всего, восстановился уже, но ничего страшного. Так, это… Да, золото мне не помешало бы. Так, там ещё вроде какой-то… с кого-то какой-то доспех упал из них… Ну, так можно было бы сразу и сказать, что правой кнопкой мыши, а не просто кнопкой мыши. Ну, ладно, спасибо, нажал… Блин, ничего бывает… Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, где-то уродец… Блин, а проворно он, однако, хп-то снимает… Все, отлично… Так… Так, сейчас приоденемся, наверно… А, для этого не хватает ловкости и интеллекта… А для этого чего необходимо? А, для этого нужен уровень повыше… Ну, ладно… Вечные трудности… Так… Сейчас я… Да, я тут где-то могилку эту увидел… Сейчас я её подберу… Могилку… Ну, да… Вот… Поиск по картинкам Google… Я фотку человека вставила… Мне пока… Это… Говорит, короче, Google баба… Скорее всего, на странице, типа, Person… То есть, любая просто персона, вообще, как бы, да… Любой человек просто показывает черно-белые фотки других людей… О, смотри… Ну, логично, если там… Что-то похожее на человека, что это персона… Да… Грек наш пока туповат… На самом деле, знаете, по лицу он вообще похож на какого-то неандертальца… Но мы это исправим… Сейчас… Убьём пару десятков мелких мобов… Станем третьего уровня… Я ему накину интеллект… Там… Ловкость… Может быть… Заодно… Броню смогу надеть лучше… Вместо того, чтобы в этой маленькой… Слабенькой тунике бегать… Ну, да, я знаю, что тут что-то египетское ещё будет впереди… Так… Разнообразие… Ну, так… Таких же картинок не найдено… Ух… Меня… Меня всё ещё немного удручает, что нету таких особо… Знаешь… Путных, интересных… Или, наверное, даже вообще каких-либо игр по индийской мифологии… Но всё же… Как всегда, они есть, но мы о них не знаем… Ну, тоже может быть… Так… Ладно… Сейчас надо пойти, по-моему, со старостой деревни переговорить… Потому что мы же выполнили основное задание… О, кабанчики, кабанчики… Вдохни… Хотя ладно, я даже, наверное, не буду юзать регенерацию… Или буду… Нет, наверное, всё-таки мне стоит её применить… Сейчас отбегу от этого уродца подальше… У них даже не даёт… О… Так… Очень хорошо… Чем? Ну, как же… Там много прикольных вещей… Там наги… Там кали… Там ганеша… Там эти самые… Война с ракшасами… Там этот… Чувак, у которого куча рож… Там… Опять же, царь обезьян… Ну, правда, царь обезьян и у китайцев есть… Но всё равно… Вот что тут китайская мифология будет, я, кстати, не знал… Я помнил именно про египетскую и про греческую только… А скандинавского ничего не будет… Хотя, на самом деле, это, конечно, было бы сильно не в тему… Но… Так… Когда люди делают… Популярные мифические темы… Они обычно скандинавов вспоминают наряду с греками… Ну, вот, да… Я, кстати, поддерживаю… Кабуто, что… Диму, что… Был бы очень крут… Равана в качестве босса… Так… Ну, что тут… Или ещё побегать… Не знаю… В принципе, мы можем куда хотим бегать пока что… Хотя здесь уже, наверное, ничего для нас достойного нету… После того, как мы всех поубивали… Так что идём обратно… Я, правда, могу всё равно ухитриться, заблудиться здесь… Но будем надеяться, что этого не произойдёт… Кстати, очень здорово, что… Божественный свет озаряет меня… Даже несмотря на то, что никакого факела у меня в руках нет… Ух ты… Это пристань, что ли, какая-то… Так… Куда-то меня далеко унесло уже… Ну, да… Благодаря Марвеловскому Тору скандинавская мифология попсеид и скоро догонит греческую… Если уже не догнала… Так… Ну, этот… Новый God of War же хотят сделать про Скандинавию, по-моему… И многие вполне обоснованно считают, что это какая-то дикость… Блин, да где… Где это вообще дорога, к которой я сюда пришёл… Ну, а как бы… Смотри, это тоже хорошо, если, блин, так делать… Я не знаю, с какой-нибудь припиской тоже опять какую-нибудь трилогию или там… Квадрологию или что они там выдумали… Про каждого, блин, бога или полубога, блин, своего God of War… Ну, это вообще ор… Не, как бы я положительно отношусь, но… Хотя бы название там другое… Угу… Так, нет, нет, не правильный путь неправильный… Там, да… Типа от создателей, что ли… Да уж… И вот так… Такое интересное, как бы… Блин, если у кого-нибудь на Goodgame тупит, просто обновите… Потому что оно после обновления нормально идёт, а так иногда становится картинка просто… Ну, да… Это самое… Мне вспомнилась этот… Короче, комикс был такой шуточный про Сталина с Гитлером… И там типа Гитлер в конце видит Валькири, но Сталин ему такой говорит, что типа… Да нету никакой Вальхаллы, это тебе любой семинарист скажет… И вот такой… а куда же я тогда попаду… Ээээ… Ээээ… Дурацкое место… Там в рпц… Да, ду-ду-дурацкое место, блин… Опять я кругами тут бегаю… По-моему мне не было так трудно в первый раз… Я как-то быстро выбрался, а сейчас я почему-то как заколдованный… Эти все черти, то видишь, Сахиры… Как это… Запутали… Да, Кратос будет втирать валькириям какую-то дичь Но вообще знаешь, я думаю у него будет сцена с валькириям Типа той, которая была с Афродитой В какой-то из оригинальных игр Только теперь с валькириями Ой Да господи, что тут Что ж за дела такие Там скалы, тут скалы Там вообще вода какая-то Так, ну вот вроде Вот я помню, что я проходил мимо горящей хижины Дальше поле А после поля где-то должен быть этот чертов мост Что-то тут не так Не знаю, жалко тут нету какого-нибудь способа сделать харакири Чтобы оказаться опять в городе Да, или хотя бы такой телепорт, какая-нибудь там кнопочка Не, ну телепорты тут как бы будут Но такого ограниченного действия, по-моему То есть они просто между городами тебя переносят Да, конечно, просто я имею в виду то, что там в основную какую-нибудь локацию Что по АТО, а тут такого нет Все-таки, что хотите, говорите про Скайрим Но он самая добрая По отношению к игрокам игра, да Благодаря тому, что там телепорт И как бы там всегда есть там возможность Типа, если у тебя что-то где-то не получается Уйти в другое место и там что-нибудь поделать Господи, как мне надоели эти идиотские скалы И эта дурацкая река Хотя опять же, если бы наш неандерталец не был таким тупым Он бы мог просто в нее нырнуть и переплыть Как-то не положено Так Сейчас На М вроде карта вызывается Может быть я как-то смогу Дать ему все-таки эту команду Чтобы он, короче, побежал в город Ну Говно Так Так, вот же мост А, все Мне просто надо было правее пройти Ладно Теперь понятно О, стоп Так, это я тоже не возьму, да Кожаный нагрудник Так, все, идем Все, я, короче, убил вашего монстра Давайте награду Очень радует игра этих актеров озвучки Столько эмоций Ну, пожалуйста Ну, а лучше, чем Седус, Медвар Нету озвучек и манер и вообще эмоций Попроси прислать несколько войн Все остальное это не то И побыстрее Пока на нас не напали снова Леонид там должен, понимаешь, решать вопрос о том, как Грецию спасти от персидского вторжения А мы его еще будем напрягать То, что надо каких-то сатиров прогнать из деревни Наши поля и жизни спасены Мы благодарим тебя за это В принципе, можно, наверное, торгашу что-нибудь загнать У меня жезл есть Но тоже необходим третий уровень Так, медный нож Блин, на всем тегнот фаунт, а? Хоть заново начинай ельбу Правильный тег Мои клинки отлично послужат тебе Ладно, хотя нет, еще один ножик, пожалуй, тоже продам Всего хорошего Это очень древние алтари Говорят, сам Прометей, принесший нам огонь, создал их И люди в древности могли через них путешествовать Да, вот Собственно, телепорт Но нам, по-моему, надо сперва оказаться В конечной точке назначения Чтобы им воспользоваться А пока мы не нашли Собственно говоря, спартанский лагерь Мы туда не попадем Спасибо тебе Пусть гермес хранит Ладно, просто бежим дальше И все А, стоп Так, чего этот чувак хочет? Да, бейденот фаунд вредный ФПС НПС ФПС тоже вредный Да Так О, ворона Ворона-зверь вообще Какой там птеродактиль Если есть в урон Да, тут, я думаю, мы много опыта соберем О, эти-то тоже со щитом Сатирпельтаст О, обзывательство Да Я тоже думаю, что Как-то неприлично его назвали пельтастом Но я в общем не такой Так, все Хищный вепрь Главное, хищный вепрь Хищный Обычный вепрь вроде как травоядный Все-таки Но эти нет Этим мясо подавай Все-таки Давай, хрясь Элементарно погуглите, вац Не знаю Вот знаешь, вот ты реально так Напиши, короче, в той игре Где он тебя троллит Не знаю Под гугли смолочи Гугл Ватсон Этот самый Холмс Я вас не понимаю Вы что пьяны там Или что-нибудь такое скажет Если ты меня не понимаешь То ты вообще Никто Ни что пьет Холмс просто стал провидцем Короче Холмс Блин Так, опять у меня Так, сейчас отбежим На почтительное расстояние Ой Так, а пробел это пауза Круто Когда прыжок Это пауза Это да Не, знаешь Вот Что самое смешное Это Вот у меня была Какая-то игрушка Вот Одна из первых На ПК А как бы Пробел это спейс А там реально Как бы космическая тематика Но это платформер Но там надо было Короче Вместо прыжков Лететь И то есть Там реально Что-то было Пре-спейс Что-то там Короче Тоже опять же С космосом Связанная там Левитация Или что-то такое И блин И как бы Я вот думаю Что реально там Ну поверила Да И подумала Что это реально Везде такое Я помню В это В хумонгусовских Играх Пробел тоже был Это самое Там типа Меню Ну там-то да Логично Тут кстати Эти чуваки Еще уроды Которые да Сетями бросаются Вот он Собственно И сделал Сейчас со мной А нет Там даже Было вот И прыжок Или даже Два спейса Это Переключение В режим Как раз Вот по-моему Какой-то Реально Космический Там Корабль Чего-то Такой Прис Спейс Ту Спейс Ну Не Он кстати Реально Такая тема Поэтому Забавно Опасность Миновала И все Я даже не знаю Где мне смотреть Часть урожая Спасена Мы не будем Голодать Зимой Да Да Внешность У нее Конечно Интересная Мне долго Еще будут Сниться Кошмарные Сны Но Не всегда Будет Хороший Конец Твоя Храбрость О Вороны И тут Тегнот Фаунд Я думаю Надо Короче Альтернативный Тайтульник Дать Вот Этой Версии То есть Не просто Имморф Фрон А Короче Этот Тайтан Куэст Тегнот Фаунд Это будет Самое Интригующее Название В самом деле Конечно Надо будет Там Наверное Где Ничего Поискать На Эту Тему Не знаю На самом Деле Все Таки Люди Немножко Преувеличивают То Что Поиск Всегда Помогает Потому Что Очень Часто Бывает На Какие Нибудь Форум Что нибудь Смотришь А там Какая Общая Слова Какие Нибудь Все Не по Делу Кстати Быстро Я их Смотрю Стал Выносить Однако В какой-то Особо Яростный Режим Вошел Боевая Аура Точно Ладно Не будем Терять Наш Боевой Настрой О Третий Уровень Зашибись Так Сейчас Я их Перебью Я Надеюсь Чтобы они Мне не мешали Когда буду Спокойно Стоять И прокачиваться Ну нифига Он аж Отлетает Просто Так вот Жестоко Все Так Сейчас будем Повышать Все еще Два очка Да Ну Во-первых Интеллект Делаем Делаем Больше Ну и Ловкость Тоже Так Теперь Мы Стали Умнее Так Теперь Значит Способности Что это Зов Природы Герой Призывает Волка Который Помогает Ему В бою Можно Призывать Нескольких Волков С ростом Умения Ну давайте Не думаю Что это Будет Лишним Так Сосновая Палится Так Надо Лучше Принарядиться Вот так Вот Будь Здоров Спасибо Так Наручни Мы все еще Не можем Надеть Да Да Надо 70 Интеллекта Зато Вот Эти Можем Отлично Еще бы Шлем Какой-нибудь Сильнейшее Убитое Существо Темный Сатир Шаман Чудовищ Убито 106 Убежит Более Очайной Убежит Убежит Дюмер uh К 사� давай серый помогай ты не можешь нести больше какая печаль ну не могу так не могу так тоже все мертвые я случаем не прибежал опять туда где этот шаман был опять скалы а вот пещера точно по колодец жизни это очень хорошо потому что оказываться опять в грёбанной деревне мне надоело так ну привет ребята а еще и гарпии появились черт надо надо бежать не успел подлечиться ничего там такая толпа навалилась лет все еще цветочки дальше конечно будет жестче так по прежнему над фаунд чего от него еще то считать да какой то это неправильный так как и что это будет так но он фаунд черт они еще какую-то магию на меня кидают Суки Вот и все Ну прикольно у них опередение Такой ситуация, такой и все Вообще тут, конечно, волк не совсем сер, он какой-то красный Он про красный О, что-то с нее упало Не надо эту песню петь Я все равно ее не помню Так, что это с нее упало? Чистое перо Реликвии амулеты используются для улучшения снаряжения Чтобы их использовать, щелкните правой кнопкой Мыши по иконке в инвентаре Так, ну давайте попробуем Где это? Так, и куда это пихать? Что-то мы улучшили О, факела у нас, это не факела, как это Ну короче, нас приветствуют, зажигая огни у нас на пути Какой Ага Отлично. О, еще один колодец. Привет, Найт Кроу. Нет, это не Вов. На самом деле это на него даже не похоже. Там совсем другая палитра, и там мы из-за спины смотрим на персонажа, насколько я помню. Так, сейчас, секунду. Накатим за здоровье и продолжим. Медный сикач. Так, этот топор не подсвечивается. Ну, шо ж, вполне неплохо. Ох ты ж. Еще какой-то пафосный чувак. Громила, сатир. Там в переписке фотки ищу, и там вот это, несколько скринов того чувака толстого, которое вот ты в 3D-программке делал. А, точно, да, да. Ты прикольный чувак. Нет, это не Вов. Если ты не прекратишь лудить, будешь париться в бане. Так не охота последние зелья тратить. Это не ов, это Вов. Нет, ну если он хотел сказать, что это ух ты, то да, это ух ты, какая игра. Так. мне надо говорить баузер наш персонаж в очередной раз помер ну как было бы прикольно конечно для персонажей мифов если бы они действительно вот так померли и тут же вылезли из колодца и продолжили а то в настоящих мифах это было далеко не так весело персонажи потом в тартаре маялись единственный кому сделали поблажку это Геракл хотя может и нет в том плане что он это самое на олимп смог попасть где не так уныло как под землей так они все в этом рыбном соусе там купались так сейчас я призову опять свою поддержку опять он грациозно летящей походкой подошел на самое смешное что и я и они используем бесконтактный бой потому что они по моему даже никто никого не касается острием оружия ну здоровье снимаю блин еще один сатир который маг ай 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 а так ну ка я могу еще одного волка призывать нет кажется я только одного могу за раз да ну ладно по моему мы почти дошли почти дошли до ручки а она с этим придурком по моему нет смысла говорить он просто будет на нас выживаться так вот сатира побить стоит так чем ценное есть тут еще один сикач вот сейчас как раз по моему она хотя еще нет пока надо еще дорогу на спарту пройти какие же злые в древней греции были ворона ворона дверь она просто возьмет и заклюет и у нее там зубы просто еще разрешение очень маленько принципе такая приличных размеров ворона привет сантошеса в чате твича да с лицухи со стимовской если быть точнее правда как ни странно это лицуха как мы выяснили с определенной забавной особенностью на какие-то теги найти все время не может нужно больше тегов чтоб пиариться вот 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 да ё-моё все разобрались с кабаном клёво только что-то собака в нем немножко застряла хотя нет а вот и скелетики было бы весело если бы в стиме продавалась игра как лицензия но при этом являлась пираткой да дико дикотор это было бы забавно к сожалению есть такие неудачные именно стены сейчас продолжим путь так ладно надо от мага в первую очередь избавиться потому что он самый неприятный морозный лифт надо же морозкое сюда пробрался фростики сынасти а потом он будет петь про этот гол этот гол вялый гол каноничный так я думаю скоро до спорта добежим где конечно вопрос сколько еще раз нам придется подохнуть перед этим так это чё топор вот лично четвертый уровень сейчас подумаю чтобы мне прокачать три неиспользованных очка умений так так а тут мы сделаем пожалуй сила интеллект ну нихрена там по моему более крупный вепр подбежал так 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 лечимся 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 ну шкура вепря я наверно могу ее на себя надеть косплей нет я могу ими усовершенствовать или нет не могу совершенствовать броню даже странно так а может быть никаких прокачек ну что за хардкор до шумер короче ничего этой шкура я поделать пока не могу я наверное и продам не будет офигительных косплеев да что ж так мне немного все-таки жалко что тут такая очень довольно маленькая кастомизация в плане того что внешность герою нельзя настроить и имя ему дать но с другой стороны тут и без этого неплохо наверное это было бы здорово если бы герою можно было выбрать что-то помимо ах нет стоп я говорю имя нельзя дать имя можно мы даем в начале а вот внешность менять нельзя было бы прикольно если бы помимо пола и цвета туники мы могли выбрать наверное если подумать можно по нет ладно хотя как если вот так сделать так нет я имел ввиду так если вот это убрать куда-нибудь вот сюда это вот поставьте ух ты так decoder seller пишет сила интеллект вспомнил как мы с друзьями играли в талисман там один друг взял огра или типа того и играя в силу находил вещи и статы на интеллект и мы шутили над ним орг не тупой орг умный забавно ночи кстати да вы это талисман тоже прикольная игра кажется я добрался до спартанского лагеря так так это кто генерал леонид он здесь но он не разговаривает с незнакомцами явившимися без приглашения мишки какой он суровый гражданским лицам не о чем разговаривать с генералом леонидом особенно это не о чем когда он назначен военным консулом можно было бы рубашка рыбалку обсудить например так у меня есть огромная симс он закрывается в пиланской долине и что-то волк стал психовать и толкать этого чувака убей эту тварь и тогда я подумаю что можно не спряталась портанцы на войне да вот значит какой метод у спартанцев вместо того чтобы самим что-то делать других людей посылать посылать посмотрим что этот тэгнут фаунд нам продать конечно же ничего так ладно какие у них имена красивые то да тэгнут а ведь фаунд я предлагаю всем такие имена давать если я и беспокоюсь то только потому что гиппий наш старейший воин сегодня утром спустился в долину но так и не вернулся обратно он уже не молод но думает что также силен и быстро как прежде я думаю что гиппий наверное уже мертв тэгнут фаунд так и зато можно песню уже сочинять так почему бы и нет вот они мне по моему галата не дадут на достаточно большое расстояние отойти чтобы я мог у них спокойно пострелять или дадут блин может не надо было мне скайп обновлять что то он плохо работает ну почему ладно не знаю а он спрашивает вообще надо обновляться или нет то по моему он уже это так делает по умолчанию но он и так и так и вообще так декотер селлер пишет а ты знаешь что самураи джека возвращают делают новый сезон ой а уже давно известно ну надеюсь это будет хороший сезон как всегда сам знаешь где это обсуждали эти суки съели моего волка съели съели да нафиг съели вот так сейчас я пожалуй это самое поменяю обратное оружие на более привычное собрались как-то page not found cliffhanger mcguffin да кстати отличный сюжет это самое сделать такой что это сейчас было это реклама а то я даже немного испугался там какой-то такой голос странный не то знаешь в эфире принцесса да пришла смотри Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй с другой стороны конечно свинина не самое проблемы с доступом на джей казино реально да это тоже часто куда-нибудь захожу на какой-нибудь сайт и натыкаюсь на эту хрень прям действительно можно подумать все спят и видят как на этот казино попасть знаете самая ублюдская реклама она все-таки у этого как его звать то блин забыл общепита который там что-то какие-то пельмени делали горячая штучка горячая штучка вот да что вот эта хрень которая не про пакмана сделали то есть не про пакмана про это так как просто орут там че ну да короче вот эта игра где бьешь каких-то хомяков молотом что вот это про ну погоди что какая-то хрень где один из этих долбанных наркоманов короче обвешивался ложками назвался пельманом не знаю это так все упорота и мерзко что просто не передать словами примерно как зеленый слоник только слава богу короче по хронометражу но чаще показывают мне назвать или это метрон они просто выросли сезон вар вообще знаешь метрон не метрон но вот у бухла примерно такой же сюжет и на таком же уровне актерская игра была уровень там есть уровень боже да прокачка ну вот да ты хочешь поубивать джойка зиновцев а я хочу вот эту горячую штучку блин опять я сдохну ничего в принципе тут смерть это просто временная неприятность не на какой же у меня красивый герой я просто вот смотрю на них каждый раз на эту рожу который такой кирпичом с другой стороны может быть крутому брутальному герою именно такая физиономии нужно чтобы внушать ужас сердца врагов до меня бесит когда рекламу заставляют смотреть насильно то есть если там есть возможности скипнуть это еще куда не шло но бывает не скипываемой рекламу то насильнее бесит ладно побежали дальше кабанов рубить так только я сперва позову своего приятеля волка да самое клевое в этом помощники это звук с которым он появляется кстати стражников которых можно было видеть у палатки леонида по моему тоже перерисовали то что обычной версии там были два мужика тут какие-то валькирии реально черное зеркало ну чё-то я про него слышал да так надо немного отдышаться но то что нагревает ноут этот от гард это не очень хорошо знаю как то обычно не запариваюсь этим самым от блоком если меня как-то особо сильно раздражает что-то я просто ухожу с этого как будто вы ли вернее перезапускаю страницу иногда это помогает по кентавры появились как раз таки так что с них можно взять ничего блин а хрена он ко мне этого кабана привел как знатно skype глючит хочу он там еще один кентавр мародер о я совершал утреннюю прогулку и наткнулся на этих тварей когда я их прикончил то решил немного отдохнуть нет мне это нравится этот бегаю воплю помираю а он тут видите ли решил отдохнуть и они его не трогают этот сукин сын явно не так прост я подозреваю что он предатель как вот этот вот чувак как там его эфиальт из комикса и он на самом деле за одно с кентаврами ясной правда пока целью с гиппи им все в порядке он там но хорошо я зря переживал с гиппи им явно не все в порядке это тебе за стоит среди врагов совершенно спокойно еще так вот беседу идет беседка нет чая без беседы и без домового или как они там говорить сегодня много рекламы вспоминается но знаете в принципе вот реклама косметики и всяких шампуней с индийскими актерами она очень не успел убежать не знаю тут вся крутая спартанская армия думаю если бы они вместо того чтобы состоять тут читать задницы пошли и сразились бы со всеми этими кентаврами сатирами они бы их нагнули за пару минут почему-то они предпочитают этого не делать ну да беседка любила твари метелицы милые серцам геймеров слова ну в принципе бефесда сделала скайрим и нью вегас пусть последний вместе с обсидианом так что их есть за что любить доктор селлер пишет мне кажется нелепым все время говорить мой друг один друг как-то раз друг так что буду называть и характеристики друг о чан друг без матов и друг евреи ну как тебе будет удобнее так пока меня никто не ест и не бьет и я думаю надо подлечиться так вот там впереди босс какой он тоже красивый ну ребят ну что это такое это две секунды какие-то и я даже ничего не успел осознать ну хотя так прежде чем к нему соваться наверно надо прокачаться повыше уровень поднять вот это кстати телепорт который нас в изначальную локацию возвращает может быть мы там что нибудь еще найдем кентавр похож на тарик а кто такой тарик напомни о привет ребят и есть контакт такой у них ничего нету до ценного очень жаль но надеюсь я скоро подниму уровень не все таки иногда игра бывает как будто зависает и разгоняется заново чего такие моменты что он останавливается потом бац и оказывается чуть впереди слава богу такого немного так а там что-нибудь есть а а а а а а а а в общем не говорили что вроде как хорошо бы иметь 6 или 7 уровень для этого босса но блин долго придется повышать ведь так ладно давайте с вами тут поближе пообщаемся по моему у него какое-то письмо выпало или что это впрочем я этого не можешь нести больше ты не можешь нести больше ты не можешь нести больше и все блин он меня игнорирует что если не уважение так все этот готов блин я знал что конечно кентавры твари похотливые но то что они так хорошо плодятся в смысле настолько хорошо так зря ты на меня с голыми руками пошел так секунду а в лоле есть перс тарик над ним все шутят насчет его гейского вида и одного образа где он весь розовый после реворка его правда сделали ээээ внешне каким-то геем я не гомофоб даже насмешками и видом голый торс мускулистое тело длинные волосы ну может быть так здесь мы всех победили или кто то еще остался в этой пещере хорошее в принципе такое логово если надо от кого нибудь спрятаться то что и то что и а так как я здесь выход вообще моя кажется вот он ой нет а хотя ничего я переживаю ворон падальщик так кто там кого окучивает так тут скала мешает пройти не на главное последний раз то последний раз я по моему вообще его практически и сколько не задел босса зато он меня со своей толпой друзей где-то за пару ударов снял все здоровье ты даже за один поет за чувак спасибо тебе одному мне пришлось бы тяжело слава гермесу что он послал тебя сюда какой-то голос сильно резки бы такого чувака никакой гермес меня не посылал так что тут все опять очередной тупик ладно бежим дальше очередная толпа мертвых сатиров так что у меня за эффект аура холода оружие наносит небольшой добавочный урон путь свободен отлично я думаю мне нужно поспешить вот это тебе за помощь прям богатей на глазах инвентарь полон надо точно еще возможно конечно стоило бы сейчас добежим до спарта может быть там кому-нибудь продадим лишнее может быть вернемся в дело с этот посмотрим есть какая-нибудь способность расширяющий инвентарь а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Восстанавливаем и бежим Дорога на Спарту Ты не можешь нести больше В чем смысл игры? Ну, стать героем, победить всех чудовищ Спасти мир Такие все-таки Упорные ребята Или упоротые Так, ну я надеюсь, я воскресну в Спарте Да Слава Богу Я вот что скажу На нас уже нападали Македонцы, персы Но человек может бросить оружие и сдаться А эти чудовища умирают, но не сдаются Я скажу тебе правду Я только что присоединился к Леониду Мой отец Но эти ребята, они такие восхитительно бесполезные Так И тут еще где-то торгаши были Помимо чувака с молнией Я ж точно помню Или нет Ладно Сейчас залезем на эту штуку Хорошо, что тут совсем под боком Телепорты из Стартрека Так Мне долго еще будут сниться кошмарные сны А, понятно Ничего нового она нам не скажет Ладно Так Сейчас где-то Где-то здесь был такой чувак Чувак, ты где? Да Именно А вот он Еще один, но по-моему тот не работает Да Это Тегнут Фаунд Сейчас, когда повсюду чудовище Тебе понадобится хорошее оружие и доспехи Так Так Ну это я приберегу пока Так Что тут у нас Сущность руна Тегнут Фаунд Кожаные доспехи Тоже, наверное, продадим Так Это мы оставим Это тоже продадим Так Ну вот и хорошо Разобрались с этим До свидания Нужно возвращаться, наверное То есть получается, помимо Гелоса и Спарта Есть еще раз, два, три, четыре, пять мест В которых мы можем побывать По крайней мере здесь Так Я скажу тебе правду Я только что Я скажу тебе правду Я только что выучил эту фразу И не могу говорить никакие другие Ну, ёпра-соты Так Посмотрим Может у меня есть что-нибудь с большим уроном Мне кажется, нет Надо было себе все-таки дополнительную жизнь дать Что если сделать Если Ну, когда ты убьешь Эту поместь человека с лошадью Поговори со мной Поговори Хоть ты со мной Так, ладно Может быть, с другой стороны надо обойти Уже начинаешь даже радоваться Встречей с обычными Слабыми мобами После этого чертова Неубиваемого кентавра Подождите Продолжение следует... так есть еще золотишко подобрали о изделие манны ты не можешь нести больше какая все таки какой хилы у меня инвентаря и вроде что-то те не так много продал больше всего этот грёбаный посох занимает что там необходимо 66 интеллекта сколько у меня его сейчас 63 еще чуть-чуть на три единицы поумнеть можно будет пользоваться посохом привет и скиль ну да относительно и не очень давно у него начал играть там нас ждет опять нас хороший веселый супер сильный друг поэтому стоит при встрече с ним еще поискать оппонентов но они его я хотел сказать я уже всех тут перебил но нет правда если они будут меня так синхронно бить у меня почти не будет шансов против них ладно френ с ним один выпил сутки так пока получается лечиться да что ж ты будешь делать эх и снова я сдох какая грусть ну ничего мы это выправим превосходно интересно куда опять задевался мой мохнатый помощник вместо того чтобы мне тут помогать он куда-то очень далеко видим а он с тем кентабром разбираются ладно так давай ка я тебе спину почешу теперь все отлично шмот хилый ну да броня не помешала бы получше хотя для много для многой брони точнее для многих видов брони я по моему еще недостаточно хорош потому что там требуется высший интеллект там ловкость или уровень да он откуда сколько вот я стараюсь не вот я стараюсь собирать когда у меня есть такая возможность и когда мне не говорят что тип у вас переполнен инвентарь сейчас добежим до лагеря инвентарь полон ты не можешь нести больше так сейчас найдем торговцы ну хотя пока ладно пока еще немного сражаемся с этими хилыми ребятами и и сначала мы думали что враг идет из коринфа мы выступили так я там портал был старый гиппий в молодости был одним из вот он отлично где там этот торгаш надо вот он одноглазый по моему так добро пожаловать шлем кстати не хватает золота ладно так может быть щит получше 8 процентов блокировать хотя тут тоже 8 процентов шанс блокирует 26 а тут 36 хотя они все-таки нам этот пригодился бы так значит этот чилип продаю этот устанавливаю так чё там еще оружие какой-нибудь стоит нет слишком дорого 1322 этот сколько 713 ну ладно кольцо проницательности кольцо способностей изменить цвет туники это определенно очень нужно нам сейчас так на кольцо не хватит до свидания да так нет торговцы под боком но они не все работают например вот этот вот тэгнут фаунд пишет почему-то эта версия дико глючит нормально торговать я могу пока только с одноглазым полетели так что там у нас вот этот молнии чувак тоже тэгнут фаунд тэгнут фаунд это кажется какой-то учитель а это склад ну ладно спасибо что приснил то Продолжение следует... Так, сейчас посмотрю, что там в чате. Вниз-влево под телепортом. Ну ладно, посмотрим. Хорошо. Вот он, телепорт. А, ну да, спасибо. Спасибо. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ой, я же еще и прокачку не установил. Ладно. Так, во-первых, здоровье. Во-вторых, интеллект. Теперь я могу этим пользоваться. Но мне, видимо, для этого нужны обе руки. Хорошо. Да, посмотри. Так, это что такое? Хорошо. 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 Приходи. Приходи снова. Отлично. Да? Сбегаем в гости к кентавру еще раз. Продолжение следует... Нет, не догонишь. Не так быстро и не так просто. Кажется, я далеко от них убежал. Но все равно я сдох. Да ладно. В конце концов, что тут такого страшного? В том, что я часто по привычке жму сохранение. Гораздо хуже, когда я это забываю сделать. В других играх. Гораздо хуже, когда я ищусь, я ищусь, я ищусь, я ищусь, я ищусь, я ищусь. Я ищусь, я ищусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Копировать Кстати Напоминаю На всякий случай Всем новым зрителям, что неплохо бы подписаться на группу и на канал Так Так, ладно, посмотрим и подумаем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, я смотрю наши виды редеют, да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 покруче чет никто не спрашивал твое мнение придурок с нечитаемым ником у его играешь так отлично не ну это очень медленно бывает чувака и и и и и и и и и во первых как бы советы принимаются а руга нет а во вторых никаких матов в чате не нужно так так вроде я его свиту перебил так что дело как бы за малым так и куда он блин а клевый у него топорик судя по всему но и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, я прохожу, как у меня получается. Я никому не обещал идеального... Без фейлов прохождения, особенно в игре, в которые играю почти в первый раз. Так что вы, если вы тут, либо вы принимаете условия и учитесь себя вести уважительно, либо вы идете к черту. Этот сраный курсор, блин... Они очень правильно сделали, что они его такого цвета, что он сливается с фоном периодически. Поэтому, если мне нужно подлечиться, естественно, очень часто я вообще даже не успеваю на себя щелкнуть. Либо сделали бы, что он сразу нажимает кнопку лечиться, либо сделали бы лучший курсор, прицел какого-нибудь нормального цвета, а не серо-зеленого, который сливается с землей. Кто-нибудь меня еще смотрит, а? Я опять зря распинаюсь. Как мило. Он все еще тут. Я, в принципе, сразу ухожу из мест, где меня банят. Типа давит на жалость, знаешь, там, разбалнивает. Да уж. Когда нет у человека ни самоуважения, ни достоинства, есть только желание сраться, то... А зачем еще трансляции? Да, видимо, так. Так, это... Ой... Черт, тут лучник так не кстати. Ладно, просто зелье выпью. Потому что слишком муторно на этой темно-зеленой земле искать... Черный, мать его, прицел, который еще не сработал сразу. Так, все, теперь замечательно. Так, ну с этими-то мы быстро договоримся. Хотя, скорее всего... Да. Я все думал, я успею двух убить, или одного, прежде чем меня завалят. Не знаю, когда я слишком высоко, камера мне не очень удобна на самом деле. Физически просто. Да. Физически просто. на самом деле ухты сколько всего ты не можешь нести больше на самом деле такие игр они именно и состоят в основном из того чтобы ходить убивать мелких монстров набирать опыт набирать вещей которые ты потом продаж и так пока ты не станешь сильнее богаче и уже тогда может быть ты сможешь там короткая сюжетка это все-таки такое приключение где ты сам как бы решаешь что тебе делать и чё качаю ду есть контакт такой этих ребят ничего нету ладно сейчас пойдем может быть чем продадим все-таки хотелось бы убить босса кентавра но скорее всего это не получится так сейчас идем к торгашу а что тебе нужно так щит продаем так ну топор наверно продам в принципе я ему ведь уже воспользовался шлем 16 не защита этот сколько дает 12 надо шлем нам бы лучше такой конечно наручник 14 единиц эти 10 так интеллект 70 можем ладно пойдем дальше ух ты какое красивое ущелье конечно надо аккуратнее когда располагаешь в таком месте свой лагерь а то пойдет кто-нибудь погулять и и рухнет вниз вообще может быть Живой Блин, ну бери этот лук, чё ты Во Так 5.14, да И тут 5.14 Но копьё, по-моему, больше даёт 13.20, от 13.22 Единиц Очень хорошо Радый, что этот чувак ушёл Субтитры Каждый раз заново Не, ну, в принципе С остальными монстрами Я вполне, по-моему, неплохо управляюсь Так что тот чувак сказал полную хрень На боссу нужен особый подход Может, если бы я смог его заманить сюда В лагерь Он меня, скорее всего, убьёт, конечно, быстрее, чем я это сделаю Так было бы проще его толпой валить Убегай, убегай, убегай Хотя нет Он меня не станет преследовать Если я отбегу на определённое расстояние Хотя, кстати, это можно, наверное, против него использовать Подойти, несколько раз ударить Отбежать Тактику можно найти Так, ну давай Вот я его бью Отбегаю, лечусь Призываю волка Так И бегу обратно И у него полное хп Кто бы сомневался Т roчусь Ну авгод raw Г맙 Ты ноябрь Т Guys Д fazem Так. Вообще, кстати, вот эти вот Вот треугольники над их головами, точнее ромбы, заставляют вспомнить The Sims. Так что, может быть, вполне можно было бы обсудить рыбалку с Леонидом. Или, скорее, в нашем случае охоту, она актуальнее. А ладно, ну его к черту, лучше я их убью. Ну вот, я даже не успеваю подумать ни о чем. А меня уже убивают. Конечно, где-то магия облегчает жизнь, но где-то и нет. Хотя я неправильно ее применял, надо было просто правую кнопку щелкнуть. Ладно. Сделаем еще одну попытку. Ладно. 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 Нет, даже так я не успеваю. Ладно. Еще несколько попыток сделаю. Наверное, закончено сегодня. Ладно. 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 Попробуем. горно еще товарищей призвать вот это интересно вот это ново так нет них так просто не убежишь не знаю попробовать что ли еще раз или хватит наверно попробую так надо только с другой стороны зайти и опять-таки волку призывать нет не все еще можно иметь только одного очень жаль так нет надо отлично да ситуация кажется немного безвыходной ладно возможно действительно стоит вернуться куда-нибудь что-нибудь еще покачать но я думаю в принципе может с новыми силами это лучше полная в принципе это можно потом сделать а пока я наверно выйду очень она неторопливо это делает ладно в общем это был стрим на канале николавр доктора люк вейдера для освещали николавр доктор люк вейдер мария бланш это был стрим titan quest immortal фрон спасибо всем кто сегодня был подписывайтесь на канал вступайте в группу приходите на следующие стримы ставьте лайки пишите комментарии позитивные комментарии всего доброго и до новых встреч